Опа! Привет! С вами доктор Влад. Вот сегодня мы собрались в Чикаго съездить на электричке. Вот это вот станция. Называется Грейс Лейк. Станция здесь электрички. Это велосипедики здесь припаркованные. Кто приезжает на велосипеде, чтобы дальше ехать на электричке. А вот здесь парковка. Вот. Ну, в общем... Вот так. Попробую потом поснимать еще из окошка. Электрички, если что-то получится. Ну, вот это железнодорожные пути. Ладно, пока. Хоба! Так, ну вот теперь с другой стороны. Это вот у нас, как вы помните, сам... Самостанция. Ну, здесь вот расписание, как обычно. Ну, вот здесь вот железнодорожные пути. Это парковка. Это мусорка огромная. Ну, здесь вот... Тут скамеечки. Люди сидят. Ну, как-то так. Вот внутри. Ну, вот такая небольшая. Небольшая совсем станция. Ну, там кассы я не снимаю. Люди стоят. Вот скамеечка. Ну, в общем, как-то так. Все вокруг я снимаю, ну, как... Как обычно. А-а-а. Вот здесь написано, что вот нужно стоять до вот этой желтой линии. Чтобы не попасть под поезд. Ну, это везде пишут. И в Америке в том числе тоже. Ну, вот как-то так. Сегодня 17 июня. Жарко. Но не очень. Где-то 26 градусов примерно. Хорошая погода. Птички поют. Лето. Ну, вот она электричка. Называется метро. И что-то она далеко проскочила. Сейчас мы пойдем ближе. Наверное, не слышно меня. Ну, ладно, все. Вот первая остановка. Я, правда, не успел каберу достать, пока тут билеты проверяли. Вот. И уже снял, когда мы собрались ехать. Все вокруг зелено. Все вокруг очень красиво. Люди на велосипедах катаются. Ну, и так далее. Ну, обычный вид. Как в Подмосковье, кстати. Вот это вот. Очень похоже на подмосковные леса. Смешанные елки и листья. Ну, ладно, здесь пока. А, ну, вот там что-то будет дальше. Ну, вот так. Смотрим, вообще-то, в окошко. Как будто мы едем с вами в этой электричке. Народ здесь шумный. Почему-то. Вот эти три башни я про себя называю три богатыря. Отовсюду видно, когда едешь на машине, то же самое. Троечка такая. Снимал бы я в самом вагоне, но и боюсь, что меня неправильно поймут. Кстати, я сейчас покажу. Есть и второй этаж. Вот это первый этаж. А вот там второй этаж. Там на втором этаже тоже люди сидят. Вот, ну, вагон, ну, вагон и есть. Всякие надписи, как обычно. Так. Ну, что тут еще? Ну, сейчас, может быть, вот этот перелесок кончится. Может быть, что-то повеселее будет. А то, что что-то больно быстро все сверкает. А, ну, вот. Какая-то конструкция, не знаю, что такое. Федекс – это почта местная. Разводят, причем всегда бегом бегают. Это у них так принято. Федекси бегают-бегом. Интересно, вообще слышно меня или нет? Тут так шумно. Ну, ладно. О, 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 мотает, мотает. А как же, а как же. Электричка, она и в Африке электричка. Ну, в данном случае, в Чикаго. Ну, я сказал, да, по-моему, что мы едем в Чикаго. Ну, чтобы погулять. Никаких особых дел не было. Посмотрим, чем там будем заниматься. Уже на месте определимся. Денек взяли себе выходных. Ну, вот тут маленький деревенький. Деревенький. И билет. Билет, что ли, показать. Билет у меня уже пробитый. Вот он. Подошел мужчина в форме. Не так я его показываю. Вот так вот. Стоит он. Восемь с полтины. Это туда. Ну, и обратно. Естественно, восемь с полтины. Причем два разных билета мне дали. Этот вот уже использованный. Видите, дырочки. Прокололи. Ну, вот. Называется метро. Видите, да? Десятый, по-моему, зона, что ли. Ехать до Чикаго от нас час двадцать. Это, ну, примерно я уже помню, как... В смысле, еще помню, как... От Москвы до Дмитрова. Где я жил какое-то время. Кстати, воды здесь очень много. Я говорю, ну, на Подмосковье сильно похоже. Очень сильно похоже. Хотя здесь широта Баку или Стамбула. Вот так интересно, правда? Ну, ладно. Пока отключусь, а то я вам уже надоел. Опа, это опять я. Это у нас еще одна станция. Называется Либертвин. Ну, вот так вот мы подъезжаем. Вот такая станция красивая. И люди сейчас побегут, 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 побегут. Ну, ладно. Пока отключаюсь. Хоба. Народ прошел. Я сейчас показываю станцию. Ну, такая же точно конструкция. Вот дядечка идет, это работник есть. Ну, там у него ключи болтаются. Тоже здесь, видите, вот расписание. Как шло их до Чикаго. Окошки, двери, скамеечки. Ну, все то, что я снимал у нас на станции. И там дальше вот видно. Ну, сейчас мы к ним подъедем. Давай, давай, давай. Велосипеды. Обязательно. Ты приехал на велосипеде, не бросать же его просто так. Вот ты его цепляешь за такую штуку замком. И все. Парковка. Тут, 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 тут. Многие есть в электричках, очень многие. Правда, они здесь ходят гораздо реже, чем в Подмосковье. Вот мы сейчас едем 11-часовой, а предыдущий едет 10 часов. Утром они ходят каждые 15 минут на работу. Вот жена проснулась, говорила, что они каждые 15 минут ходят. Утром и вечером. Ну, она коротенькая, тут всего 4-5 вагонов. Или 6. Ну, как-то так. 5, наверное. Сколько здесь вагонов? Сейчас 5, а утром и после работы, и 2-7 вагонов. А вот, сейчас, скажем, 5 вагонов, бывает 6, а после работы и 7 даже бывает. И утром тоже. Вот так. Ну, вот опять зелье. Опять зелье. Въехали в лес, едем в лесу. Да, я редко езжу на электричках. Редко-редко. Даже не редко-редко, а редко-редко-редко-редко. Нечего делать. Ну, вот сегодня просто решили. Потому что, может быть, на машине махнуться, там парковаться и ехать еще туда долго. А тут... Паркинг, да, и 40 долларов. Сел, и паркинг дорогой. Ну, вот какие-то тут дела еще. Я все пытаюсь выхватить что-нибудь интересное. Ну, вот, мужики работают. Обязательно. Мужки все время работают. А женщины днем ездят на машинах. Лес глухой. О, и вода опять, и мостик какой-то. Смотрите, сравнивайте, у кого чего. У кого чего в Новосибирске. Или где-нибудь еще. Деревья похожи, точно могу сказать. Но, правда, есть другие какие-то. Ну, я в деревьях не особо разбираюсь. Солнце отсвечивает. Ну, что-то видно. Что-то видно. Ладно. Хоба. Вот это свалка какая-то. О, какая крутая свалка. Ну, это не автомобильная свалка. Просто какой-то металлолом или что-то в этом роде. Ну, так. Тоже может быть интересно. Что-то, что-то мне надо показывать. Что-то. А вот это дождик был. Видите, вы уже хотите. Да, у нас тут дождей. Время от времени. А вот смотрите. Вот это вообще класс. Оп. И дорога перпендикулярна. Вы видели когда-нибудь такой? Я не видел. Я первый раз, когда увидел, просто обалдел. Именно перпендикулярно. Надо же. Дороги, да, бывают. Но чтобы железные дороги перпендикулярны. И это, братцы мои, редкая вещь. Вообще, здесь железные дороги не в почете. Барахло, всякие грузы возят на автомобилях. Люди в основном летают на самолетах. Мы тоже можем долететь на самолете до ближайшего аэропорта. Махонького за сотню. У тебя, як, с ветерком до Чикаго. Если кто-то спешит, то ради бога. Ну, маленькие самолетники. Тут аэродромов маленьких очень много. Просто вот, ну, кошмарное количество. А интересно, я вспомнил, на Аляске эти аэродромы тоже есть, тоже много. Но только они все на воде. Они на поплавках. Ну, я так вспомнил просто. Ладно. Ну, что? Есть что? Нет, ничего. Хоть бы огород какой-нибудь заваляющий. О, а там что? Не знаю. Ну, что-то такое свидетельство цивилизации какое-то. Ну, ладно. Пока отключимся, наверное. Там видно будет. Опа. Ну, для разнообразия еще одна станция. Долго мы что-то ехали. Ехали-ехали. Наконец-то приехали. Ура. Ой, это какая-то большая шанс. Американ такси. Лейк Форест. Это очень большой дорогой сабр. Это мне жена рассказывает. Оп. Ну, еще разок включу. В том плане, что, конечно, это гораздо больше. Даже сама вот это вот здание, она больше, 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 больше. Лейк Форест. Не путайте с Форест Гамп. Это разные вещи. Хотя тоже Форест, это лес. Форест, это лес, а Лейк, это озеро. Ну, как-то так. Вот опять велосипеды. Велосипедов меньше. Это точно, что это дорогой довольно-таки сабр. Ну, пригород. И смотрите, и парковка большая. И машинки. Посимпатичнее, подороже. Вот еще BMW и всякие такие прочие. По машинам запросто определяется, что это за местечко. Вот у Лексуса тут стоял. А поезжайте куда-нибудь на север. Я имею в виду Америки. Да-да, в основном будут американские машины. Такие. Работяги, типа Хорда. Американцы свое покупают. Это мы тут пришли. Мы покупаем японцев, корейцев, немцев. Все такое прочее. Ну, вообще лес подступил. Так что... Так что... Уже нечего опять снимать. Лес вы уже видели. Ой, как бы знать, слышно меня вообще или нет. Я на это надеюсь. Фон disclose. Реализ, конечно, в cheers. Да. Ну, наверное, угрome biμέне. Не так поделился. Да, пробди! Не так поделился. На этомencia ты по механ alle говорят, даже к хранатам. Поэтому мы убили концерт конечieszки. ��хан – апреля так-тирелили ц – кив My Fair Bus. В Корну. И слов «IT